константин у нас комнате у нас комнате константин наш куратор константин мы приветствуем куратора школы константина и я приветствую вас учителя и ученики от имени школы можно время дать больше информации и разъяснить некоторые детали ученики все вы попали сюда для каких-то целей кому-то дали шанс кто-то пришел учиться кто-то готов получать эту информацию кто-то в начале пути вы пришли получать знания и учиться на ошибках друг друга на ситуациях и поведении я бы хотел с этого момента перейти на более важный аспект обучения ваше обучение и в дальнейшем работа должна быть этично и экологически чисто доверие это главное что должно быть между парами начиная с обмана или недоговорок вы рискуете попасть эти другим цивилизациям в дальнейшем это могут быть ваши клиенты первое правило этики намерение выставленное в начале должно быть между вами обоими не только у одного из вас второе вы не можете брать человека и чистить без его разрешение третье человек которого вы чистите должен знать об этом имеет разницу со вторым пунктом человек может знать чем вы занимаетесь но не дать разрешение на свою чистку продолжаем знание которое дает и школа построена на энергии учителей и не может быть передано дальше по желанию учеников знание школы защищены хрустальная энергия архангела и школы может быть как хрустально белой так и хрустально белой хрустально чертой защищая школу имейте это в виду знание вы можете передавать набрав определенный опыт детям дальше десяти лет постепенно аккуратно рассказывая о тонких делах и тонких мирах таким образом вы вырастите прекрасное поколение с определенными знаниями из которых они не смогут принимать окружай и мир у них будет правильное мировоззрение этого достаточно на сегодняшний день учтите все это при работе благодарю вас уважаемый константин этика у нас с верой всегда стоит на первых местах лично у нас мы передавали нашим ученикам что мы работаем этично чистить людей без их согласия это запрещено я информация мало нас внутри в сердце я еще раз напомню нашим ученикам насчет этики при работе в астрале это очень важное замечание я благодарю вас за то что вы обратили наше внимание замечание это правило закон скажу больше я не зря сегодня озвучил это я вижу намерение каждого и знаю кто зачем и почему здесь тот кто должен услышать услышит мои слова продолжай у меня еще был один личный вопрос в одной ситуации которую мы сейчас столкнулись с мы обсуждали с верой мы действительно у нас есть такое неприятное ощущение что нам что-то не договаривает или что-то от нас скрывает и это чувствую на физическом плане даже поэтому я хотел просто у вас узнать как нам относиться к этой информации можем ли мы что-то изменить можем или мы сделали какую-то ошибку я уже сказал каждый пришел по причине кому-то дали шанс это не опасно для наших остальных учеников сегодня была у нас одна вопрос был запущен дождитесь ответа благодарю вас дорогой константин у меня больше вопросов нет нашей стороны я все понял вы озвучили даже на перспективу и вперед и на будущее все эти места я записал запомнил и передам обязательно то что нужно передать все остальное мы с верой для себя возьмем то что нам необходимо из этой информации благодарю и одну секундочку уважаемый константин вы знаете правила нашей комнаты диагностики верочка в твоих руках появляется большая корзинка самыми вкусными и самыми спелыми ягодами которые есть на земле 1 2 3 и передай еще пожалуйста баночку самого вкусного меда который есть на земле для нашего дорогого куратора константина все это материализуется и передай ему пожалуйста с нашей просьбы принять это в знак благодарность за эту мудрость это уйдет на уровень архангела мы очень благодарны вам хорошо мы тогда начинаем работать вы все сказали что вы хотели нам передать я лишь хочу добавить что не ошибся в вас продолжайте благодарю за это высокое доверие мы не имеем права это доверие как-то замарать потому что мы понимаем всю ответственность которая лежит на наших плечах мы просто хотим дорасти до этого уровня на настоящий момент уровень опережает наше развитие но когда-нибудь мы догоним и этот уровень получим необходимые знания конечно бы хотелось бы знать многие вещи которые от нас сейчас скрыты но я уверен что наше обучение наше личное сфере обучения мы когда-нибудь и дойдем до этого этапа когда нам эти знания будут даны все откроется постепенно информация пройдет в нужный момент раз ее нет значит нет надобности любопытство праздное любопытство я его называю это опасная вещь можно пострадать от любопытства согласен я оставляю вас продолжайте благодарю дорогой константин наилучшие пожелания всего доброго рассинхронизируйся верочка энергия вибрации энергия у него такие трепетные сильные готовы this is the promise of the life of the God people you you you